Добрый вечер! В эфире телеканал Репортер 73, программа «Разберемся». Сегодня в этой студии мы будем говорить о предстоящем празднике, о первом сентября, когда пойдут в школу наши дети, ну и более взрослые дети, тоже наши, пойдут в университеты. Что происходит сегодня в системе образования региона? Готовы ли мы к началу учебного года? Какие новшества ожидают всех нас, в том числе и родителей? Потому что учимся мы все-таки вместе. Об этом говорим сегодня с гостями нашей студии. Это заместитель министра образования и науки Ульяновской области Алексей Александрович Шкляр, ректор Ульяновского государственного педагогического университета Тамара Владимировна Девяткина, учитель истории и общества знаний средней школы номер 52 Андрей Владимирович Чичуков и молодежный министр образования Ульяновской области Ольга Сергеевна Мартыненко. Добрый день, уважаемые гости. И, Алексей Александрович, первый вопрос к вам. Готовы ли школы? Вот это самое главное, что волнует сейчас родителей и детей. Да, это очень важный вопрос в преддверии нового учебного года. И могу сказать, что подготовка к этому событию велась в течение всего лета и с конца прошлого учебного года. Работа очень серьезная и включает в себя целый ряд вопросов. Это не только ремонты, это не только замена окон, покраска. Конечно же, это и обеспечение безопасности школьных маршрутов, обеспечение безопасности детей в образовательных организациях. Это и кадровое обеспечение образовательных организаций, и целый ряд других вопросов, и учебно-методическое обеспечение в том числе. Но, наверное, основным мероприятием является принятие школ в окончании ремонта, завершении ремонтных работ, в том числе и косметического ремонта. Могу сказать, что на эти цели из областного бюджета ежегодно суммы серьезно увеличиваются. И только если сравнивать с 2017 годом, из областного бюджета было направлено 120 миллионов в 2017 году, то в этом прошедшем учебном году на ремонт 430 миллионов рублей. И мы ожидаем, что эта статья должна увеличиваться, поскольку действительно создание комфортных условий – это одна из важнейших задач для обеспечения образовательного процесса и, конечно же, для качественной подготовки наших школьников. Продолжилась программа у нас по обеспечению учащихся возможности подготовки спортивных залов. У нас реализуется совместно с Федеральным министерством программа по ремонту спортивных залов. В этом году из областного бюджета было направлено 14,5 миллионов рублей. И уже в прошедшем учебном году мы стартовали с новым проектом. Это инициатива наша региональная – ремонт и оборудование в спортивных залах в рабочих поселках и городах. И уже в прошедшем учебном году было направлено 9,5 миллионов рублей. Могу отметить, что буквально вот уже мы получили проект, федерального проекта развития образования. И вот эта задача ставится теперь на федеральном уровне. И теперь мы ожидаем и федеральной поддержки на направление оборудования спортивных залов в рабочих поселках и городах. Это тоже очень важно для нас. И мы ожидаем, конечно, серьезной поддержки, в том числе и с федерального бюджета. Давайте я вас сейчас перебью. Мы потом обязательно, конечно, и о проблемах поговорим, потому что они есть, их не может не быть. И как их решаем, обсудим. Я сейчас молодому вашему коллеге Ольге Сергеевне передам слово. И первый вопрос. Молодежное министерство. Вот оно зачем? Потому что, знаете, многие жители региона, когда видят какие-то дублирующие органы с приставкой «молодежная», так фыркают, говорят, что опять на что-то деньги растрачивают. Чем они занимаются, непонятно. Вот расскажите, чем вы занимаетесь, для чего вы созданы, какие отзывы о вас от тех людей, ради которых вы работаете? Молодежное министерство образования создано в 2016 году, в январе месяце, и нам уже два с половиной года. И занимаемся мы работой с молодыми педагогами. То есть мы помогаем взрослому министерству именно с этой категорией граждан. Мы понимаем их проблемы, потому что большинство ребят, кто в молодежном министерстве, так или иначе связаны со школой. Либо они учителя, либо они работают в системе образования. Или связаны через детей или родственников с ней. То есть мы видим эти проблемы изнутри, и будучи молодыми, мы понимаем их именно как молодые. И мы своей задачей видим создание того пространства, в котором бы другим молодым педагогам было бы интересно и расти, и развиваться, и остаться в Ульяновской области. То есть вы так в сторону креатива больше работаете? У нас есть проект основной, это вектор возможностей, который включает много мероприятий как для студентов, так и для педагогов с опытом работы до пяти лет. И это абсолютно разные мероприятия, начиная от учебных семинаров и заканчивая фестивалями, которые мы проводим вместе с ними. И пока то, что проводили, нравится педагогам, и у нас есть заказ на то, чтобы продолжать работать именно в такой манере. Хорошо, спасибо большое. Ну сейчас вот у Андрея Владимировича уточним, действительно ли молодежное министерство полностью исполняет все взятые на себя обязательства, так как об этом говорит молодежный министр. Как у вас взаимоотношения налажены с этим органом? Я как член молодежного министерства так же хотел бы присоединиться к моей коллеге и сказать о том, что действительно молодежное министерство делает очень большую работу. Все мы понимаем о том, что в образовательных учреждениях наблюдается определенный голод кадровый с точки зрения молодых специалистов. Если брать последние исследования, то в среднем количество молодых людей, которые работают в сфере образования до 35 лет, около 23%. Это не такая большая доля. И нам необходимо каким-то образом делать данную работу привлекательной, и имидж молодого учителя поднимать на более высокий уровень. А без таких проектов, без такого министерства, без ее энергии, мы так и останемся отраслью, в которой не так хорошо идут молодые. Потому что все вы знаете, что раньше существовал так называемый двойной негативный отбор в педагогический университет. Слышали вы когда-нибудь про такое? Ну, мы это слушали. Что, как правило, в педагогические университеты идут учиться ребята, которые не поступили в другие университеты. А в школу приходят те из выпускников педагогических, которые не смогли устроиться на более высокоплачиваемую работу. На самом деле, я считаю, что это несправедливо. Потому что у нас очень много коллег, действительно талантливых молодых людей. И мы всеми силами стараемся переломить вот такой стереотип о молодом учителе, как о человеке, который недоучка, который воспитывает недоросли. И я надеюсь, у нас это хорошо получается. Тамара Владимировна, ну тогда вопрос вам. Действительно ли кадровый голод испытывает эти 23%? И что там с этим двойным негативным отбором? Насколько я знаю, у вас достаточно большой конкурс на места. Да. Хорошую тему Андрей затронул по молодым и по негативному двойному отбору. Слава Богу, за последние, ну, наверное, уже могу сказать, года 4 перелом идет не только в Ульяновской области, но и в Российской Федерации. И на сегодняшний день не худшие из школ начали поступать на педагогическую специальность. Просто всех радует это. Хочу сказать, что вот в этом году около 500 наших выпускников мы приняли, ну, уже первый этап зачисления прошел на бюджет, около 500 абитуриентов, которые стали студентами. И средний балл по единому государственному экзамену – 77. Это при том, при всем, по противовременно, если вспоминаем, в 2013 году это было 59 средний балл. Вот насколько это выросло. И по сравнению с прошлым годом, опять-таки, этот балл вырос. Есть специальности, на которые 90 средний балл по ЕГЭ. Это на факультете иностранного языка. Чуть больше 80 – это истории и общество знания. Русский язык, информатика и математика – от 84 до 86 баллов. Это очень хорошие показатели. И в среднем 70-70-х вуз в этом году принял на бюджет первокурсников, на специалитет, на бакалавриат. Уже говорим, что нет негативного двора, да? Стобальники идут, медалисты идут в педагогические вузы, это тоже радует. Ну и, безусловно, в школу идут ребята, хорошо уже подготовленные. В этом году только в город Ульянск получится 84 молодых специалиста, которые останутся работать здесь. И 90 молодых специалистов должны прийти в сельские школы. Ну, в сельские школы, малые города. Я так думаю, это хорошая подсказка. Хорошо. Ну, вот, значит, здесь положительная у нас динамика. А что вы скажете на то, что все лето город Гуделы обсуждал, как же так, вот, ульяновские государственные педагогические не аккредитовывают, да, в общем-то, кому они нужны, все там у них разваливается. Понятно. Всех хочу успокоить. Процитирую. Педагогический университет жил, жив и будет жить. Университет имени Ильи Николаевича Ульянова. Аккредитацию мы прошли успешно, я даже считаю, очень успешно. 133 специальности были представлены к аккредитации. Из них только два направления по респреденции магистратура и экономика и управления не получили аккредитацию. Ну, с одной стороны, можно сказать, что это не профильные специальности, но, тем не менее, это для нас тоже неприятно, потому что это наши студенты, потому что это родители, которые волнуются, как дальше ребята будут продолжать обучение. Ну, в качестве примера, на экономике и управлении 40 студентов, которые учатся очно. Из них 23 уже определились, оставшись в своем родном вузе, только перешли на другие направления. То есть выбирали ВУЗ. И выбрали опять-таки ВУЗ. ВУЗ все-таки выбирали. Да, все-таки не специальности, а ВУЗ остались. А остальные мы ждем, мы направили нашему учредителю письмо, это Министерство образования и науки, о том, что вот два этих направления не аккредитованы, и мы ждем предложения от Министерства образования и науки, какие ВУЗы они нам рекомендуют для того, чтобы там продолжить обучение. По всем нормативам, на эту процедуру отводится 3 месяца, времени у нас есть, но мы опять-таки не ждем. Мы уже ведем переговоры и с ульяновскими ВУЗами, и с московскими ВУЗами, с тем, чтобы, не дожидаясь этих 3 месяцев, определить ребят для дальнейшего обучения. Спасибо. Алексей Александрович, ну, теперь к школьным проблемам переходим, возвращаемся к началу нашего разговора. Когда в этом году начались приемки школ, комиссии пошли по школам, конечно, больше, наверное, все переживали за сельские школы, и по оснащению там, и по ремонту, и по пожарной безопасности, и антитеррористической защищенности. На удивление, там вроде бы все прошло нормально. А вот 72-73, буквально в областном центре, там что-то застоприлось, сбилось. Насколько мне известно, сейчас в одной из этих школ уже вопросы все решены, во второй какая-то комиссия создана. Объясните, пожалуйста, почему так произошло, на ваш взгляд, и насколько там все серьезно? Успеем к первому сентября? Да, действительно, процесс приемки, еще раз повторю, это вопрос комплексного подхода, и создается специальная приемочная комиссия. И действительно были проблемы у нас не только по городу, везде существуют всякие нюансы, которые приходится в течение всего года в ежедневном решении решать. Решать совместно с муниципалитетом и Министерством образования и Новоколюбинской области. И в городе действительно сложилась тоже ситуация по двум школам достаточно сложная, и решением приемочной комиссии 72-й школы не принято на данный момент. И это связано с тем, что, во-первых, там более десятка арендаторов, которые занимают помещение, и школа большая, и создает некоторое неудобство для организации образовательного процесса. Вопрос, который необходимо, естественно, решать. А это вообще нормально, что арендуется помещение в школе? Ну, это нормально, да, в связи с чем, кем, с какими целями это допускается, дополнительное образование. Но если это не мешает образовательному процессу, если это не создает неудобства и переполняемость не причиняет ущерб. А школа достаточно крупная. Второе, конечно, это, поскольку школа достаточно большая, с большой территорией, есть серьезные нарушения ограждения, и это необходимо устранить, это требование террористической защищенности. И освещение, конечно же. Мы понимаем, что на большой территории, особенно сейчас уже близится осень, и территория должна освещаться. Создан специальный штаб, в него вошли и представители родительской общественности, и Министерство образования на Украинской области. В ежедневном режиме ведется работа, и мы имеем полную уверенность, что в начале следующей недели все эти вопросы будут решены, и вопросов к решению вопроса по приемке не будет. Спасибо. Андрей Владимирович, вопрос вам, и он, может быть, покажется для телезрителей немножко странным, но я считаю, что он важный. Вот когда мы отдаем своего ребенка в школу, мы, как правило, не выбираем учителя, классного руководителя, или кто там химию и биологию будет преподавать. Правильно? Это все внутри школы, учебный процесс. Но ЕГЭ теперь для всех, это очень важная такая отправная точка, например, в те же университеты, мы можем выбрать репетитора. Вы посоветуйте, прям до начала еще учебного года, по каким критериям родителям стоит отбирать для себя репетитора? Может быть, это должны быть как раз такие педагоги, как вы, которые участвовали, побеждали в различных конкурсах, или это необязательные условия? Ведь можно в итоге наткнуться как на репетитора для метрофанушки, который кроме единожды-единой двероприлагательной ничего не помнит. Ну, вопрос достаточно сложный. Однозначного ответа на него, конечно, нет. С моей точки зрения, хочу сказать, что вообще школа предоставляет тот необходимый уровень знаний, который должен иметь ученик, когда он выходит на государственную итоговую аттестацию. А если мы говорим о дополнительных занятиях, то здесь, опять же, все сугубо лично в плане этого. Конечно, есть преподаватели, педагоги, которые занимаются с ребятами дополнительно. И здесь выбор родителей, наверное, все-таки зависит от определенного уровня известности этого преподавателя. То есть, если я условно знаю, что этот человек хорошо готовит к таким-то, таким-то занятиям, или сможет сделать так, чтобы мой ребенок справился с контрольной работой, с домашним заданием, если у него возникают какие-то проблемы, или сдал на высокие баллы ЕГЭ, то я буду обращаться к нему. Как правило, сарафанное радио здесь в большей части работает в качестве вот такого механизма отбора того или иного репетитора. Но все-таки это не профильная работа преподавателей. Я хочу сказать, что все-таки пускай и Дмитрий Анатольевич Медведев упоминал о том, что педагогам стоит иногда быть репетитором, но важно понимать здесь о том, что репетиторство, оно также требует определенного уровня законодательной фиксированности, потому что налоговая и все остальное – это тоже одна из немаловажных частей. Это уже родители в меньшей степени интересуют. Но я вас понял, вы говорите, что все-таки школа должна быть опорной базой для получения знаний. Репетитор – это уже по желанию и совсем не обязательно, на самом деле. Правильно? Да. Хорошо. Ольга Сергеевна, вопрос. Вот Тамара Владимировна говорила, что вопрос как бы остаться в профессии, что выпускники действительно идут на те места по специальности, по которым они выпускались. Вот вы как молодежный министр, что может сказать еще, что нужно для того, чтобы они оставались на своих местах? Финансы, финансовая поддержка, моральная поддержка, потому что тяжело входить, конечно, да. Одно дело, когда ты под контролем опытного наставника проводишь свои уроки и тебе ставят потом зачет, экзамен. Другое дело, когда все, класс 30 человек, ты один на один. Деньги, психология или что, развлечения, может быть. Молодежь, несмотря на то, что им 20 лет, они любят развлекаться? В области есть система поддержки молодых педагогов. Это и денежное поощрение, это и помощь для сельских, для ребят, работающих в сельской местности по оплате жилья или по предоставлению жилья. Все это в регионе есть. Однако, кроме этого, любому молодому педагогу после выпуска из университета, где была такая классная тусовка, где были все единомышленники, очень сложно попасть в школу, где ты буквально один молодой учитель или у вас двое молодых учителей, а весь социальной коллектив уже опытный, заслуженный, работающий здесь давно. Получается, что молодой педагог оказывается в такой среде, в которой он за 5 лет обучения просто не привык. И тогда молодому педагогу нужно, как мне кажется, развиваться в двух направлениях. Первое – это найти себе наставника, но не такого, который назначила школу. Ты будешь закреплен за тем-то, тем-то учителем. Наставника надо выбирать по духу. Он не обязательно должен находиться в той школе, в которой ты работаешь. Это может быть педагог из твоей школы, где ты учился. Это может быть тот педагог, которого ты увидел в университете на какой-то встрече или на уроке успеха, и кто тебя вдохновил на это. И закрепиться за таким педагогом будет значить намного больше рост личностный, профессиональный, чем когда за тобой закреплен педагог, который относится прохладно к профессии, к вот этому формату взаимодействия. К сожалению, такое есть. Это надо менять. Система наставничества требует смены парадигмы вот этой. И у нас есть как возможный вариант решения. Мы попробуем его запустить в этом году. Проект называется «Ну и Ну». Найдин учебную идею новый учитель. Разработана она совместно с Леной Назаровой. Это председатель ассоциации учителей информатики. И сама учитель информатики. Она выступает у нас в нашей программе как один из наставников. Сейчас мы банк наставников собираем. Это действительно лучшие учителя области. Это те учителя, которые умеют работать с молодыми педагогами. Но опять же, молодой педагог может выбрать. Например, я как химик могу пойти не к химику, а мне очень захочется пойти к информатику. Потому что мне... У вас больше педагогическая составляющая интересует, нежели узкоспециальная. Второе, что важно для молодого педагога, это попасть в среду молодых, которым тоже будет интересно развиваться. Не биться одному в школе, а найти именно тех единомышленников, пусть и соседней школы, которым тоже будет интересно проводить вместе время и чему-то новому учиться. И Молодежное министерство образования тоже проводит мероприятие, где мы собираем педагог как из города, так и из области. И мы запустили педагогическую пробу, проект, когда молодой педагог, отработав в школе полгода, может прийти и выступить перед большим коллективом, когда сидят не только молодые педагоги, но и опытные педагоги. Но это не конкурс. Вот Андрей подскажет, что это очень сложно сидеть перед жюри, когда ты вот только-только откуда-то вышел, когда жюри тебя оценивает, ставит баллы. А здесь сидят педагоги, которые опытные, могут подсказать. А подсчитай вот эту книгу, а посмотри вот этот сайт. А вот встреча с этим педагогом, он уже этим занимается. И молодые идут, и у нас очень большой прирост по сравнению с первой педагогической пробой, где было 40 участников, сейчас мы уже вышли из этого числа, у нас было 150 сумм участников, то есть со зрителями. Когда мы встречались с молодыми педагогами области, они говорят, мы хотим еще проведите, пожалуйста, как можно скорее, потому что у нас есть идеи, которые мы хотим, чтобы их отсмотрели эксперты. Мы не знаем, правильно мы делаем, но нам кажется, что это будет классно, если мы это сделаем, нам просто нужно мнение экспертов. Вот если мы сделаем и один, и второй успешный проект совместно со всеми, и с взрослыми министерствами, потому что они нам очень помогают, и с педагогическим университетом, потому что без них тоже невозможно. Мне кажется, мы молодых педагогов приведем именно к вершинам мастерства, к закреплению здесь. Вот, уважаемые школьники, которые не хотят учиться, вот вы думаете, только у вас такие сложности, учиться надо постоянно. Педагоги выходят из школы, ой, вернее, выходят из университета, идут к вам в школу и учатся, учатся, учатся постоянно, чего вам не хватает. Ольга Сергеевна говорит об инициативе снизу, каких-то новшествах, которые снизу поставляются и расходятся широко по региону, иногда даже выходят за пределы его. А вот Алексей Александрович, хочу спросить, что нового ждать в этом году по программам, подходам, может быть, какие-то глобальные новшества есть? Опять слухи ходили про пятибалльную систему нашу бедную, которую надо, вроде как, изменить, 12-ти бальную ввести. Ну, вы имеете в виду по оцениванию обучающихся школьников, да? Да, но нет, это я привел как пример, я имею в виду, может быть, что-то глобальное вообще что-то изменится. Ну, я считаю, что изменится очень многое, и действительно мир очень быстро меняется, а школа, на мой взгляд, должна меняться несколько быстрее. Поэтому, в первую очередь, надо сейчас, конечно, обратить внимание, как будет реализовываться национальный проект, федеральный проект. Целый ряд федеральных проектов, их 9, внутри национального проекта. Поэтому здесь и важный, на наш взгляд, проект цифровая школа, которая подразумевает не только модернизацию информационно-коммуникационной инфраструктуры, но в том числе и подготовку кадров соответствующую, и дистанционные формы обучения, и целый ряд других мероприятий. И, конечно же, в первую очередь подразвивают федеральное финансирование. Очень, на мой взгляд, перспективный и интересный федеральный проект «Успех каждого ребенка», который, так скажем, вырос, он снизу, он давно назрел. То, как развивается сейчас и востребована система дополнительного образования детьми, родителями, мы понимаем, что этот проект крайне необходим, который позволит детям уже дополнительно получать какие-то компетенции в различных сферах, от искусства до научных и инженерных компетенций. И целый ряд также будет проектов, которые уже объявлены были весной, и они войдут, эти мероприятия уже в федеральный проект, это и «Билет в будущее», и «Айти Куб», и дальнейшее развитие получит система «Кванториумов». Поэтому мы, конечно же, ожидаем, что вот эти федеральные проекты, которые будут в системе образования реализовываться, позволят нам уже в ближайшие годы очень серьезно изменить и содержание, и повысить качество образовательного процесса. И еще раз отмечу, что большое внимание уделяется дополнительному образованию. Спасибо. Тамра Владимировна, для вас что-то изменяется принципиально? Да, вот я, знаете, хотела добавить, мы достаточно так глубоковато копнули тему подготовки кадров. Хочу сказать, что есть приятная новость, буквально перед началом учебного года, 5 августа президент подписал указ о целевом образовании. Не о целевом обучении, прошу прощения, не о целевом наборе, а о целевом обучении. И это здорово для того, чтобы поддержать приход молодых в школы, в образовательную организацию, не только в школы. В чем он заключается? Это уже юридический документ, который накладывает серьезные штрафные санкции на работодателя, которые заказывают специалиста, на студента, который потом выпускник этого вуза, который готовится по целевому обучению, и на вуз, который готовит этого специалиста. Штрафные финансовые санкции достаточно солидные. Я так думаю, что это подтолкнет к тому, что качественная подготовка наших ныне абитуриентов, потом студентов, потом молодых специалистов значительно будет выше. С 1 января 2019 года этот указ вступает в силу. А штрафы вузы не напугают? Вузы не начнут отказываться? Нет, вы знаете, я хочу сказать, что мы с Министерством образования Ульяновской области были, я не хочу сказать, родоначальниками, но мы причастны к тому, что этот указ состоялся вместе, в параллели с Нижегородским педагогическим университетом имени Минина, Министерство образования Ульяновской области, потому что Министерство образования Нижегородской области чуть позже подключилась к этой теме, и наш педуниверситет разрабатывал вообще всю эту систему. Имени Ильи Николаевича Ульянова. Имени Ильи Николаевича Ульянова. Тут связь прям рассматривается. И мы готовили материал для того, чтобы все это состоялось. Более того, мы были экспериментальной площадкой, и два года к ряду мы выпускали по этим правилам, сделали два выпуска. Десять человек наших ребят благодаря вот этой совместной работе на сегодняшний день работают в наших образовательных организациях именно по таким условиям. Начали, получилось. Я думаю, что и вся страна это поддерживает. Спасибо большое. Ну что, время у нас не так много остается, а вопрос один очень важный остался неразобранным. Я вот Андрея Владимировича хочу попросить нам с ним помочь. Первое сентября – это стресс для школьников, и не только для тех, кто первый раз идет в первый класс, а для тех, кто там в пятый, в десятый возвращается, да, опять за парт, то есть книжки бесконечные, уроки, учеба, еще ЕГЭ впереди. Что посоветуете для того, чтобы этот стресс убрать, максимально комфортное вхождение в школу сделать? Ну, всегда, когда человек занимается какой-то деятельностью, ему необходима какая-то деятельность, отвлекающая его от чего-то. И смена видов деятельности, она всегда идет на пользу. Я, наверное, посоветовал бы в первую неделю, ну, так как она все равно является более-менее вводной, мы повторяем то, что мы прошли в прошлом году, мы знакомимся с новыми предметами, которые появляются, больше проводить время на улице. Вот. Отдыхать таким образом активно и, можно так сказать, более плавно входить в образовательный процесс. Спокойно, весело и непринужденно входить в новый учебный год. Так, хорошо. Можно мне тоже с вами по этому поводу? Как опытному, ну, потому что 46 лет уже в педагогике, да, в этом плане, и как бабушке, и как маме. Я хочу к родителям обратиться, уважаемые родители. Не напрягайте извне детей, а помогите им войти туда. Потому что, когда с первых же дней начинают спрашивать, что ты, только ребенок переступил порог, что сегодня получил, что было на уроке, ну, сначала спросите, может быть, что было интересно, что поел, как дошел до школы. Ну, не надо так уж сильно давить сразу и на результат доставлять. и прямо на результат. Дайте возможность хотя бы недельки-две вот так вот. Ну, покажите, что вы их любите. Это очень-очень важно. Спасибо огромное. Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Я напоминаю, сегодня мы говорили о готовности и о подготовке региона к началу нового учебного года к первому сентября. В принципе, мне кажется, все основные вопросы мы разобрали вместе с гостями нашей студии. Я благодарю вас за участие в программе, а вас, уважаемые зрители, за внимание. Всего доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин